девчонки и мальчишки всем привет привет у нас сегодня счастливый день когда меня освободили от готовки и точнее я вчера сама освободилась приготовив много голубцов ленивых сегодня Вася приспичило ему сделать приснушки приснушки короче я говорю тебе приспичило вот иди и делай сам сейчас он будет поражать своим кулинарным искусством сейчас посмотрим простенькие сделаем под нашим тщательным наблюдением девчонки так девочки начинаем потихоньку со сметанки но можно добавить кефир бабушка часто кефир добавляла но мы здесь сметаночку поскольку у нас есть такие возможности у нас просто кефира нет я девчонки сегодня за оператора 200 грамм банка ну или стакан можно как раз ну типичная баночка сметана скажем так не большая если будете много делать то тогда уж конечно большой вот на вытяжку значит сюда сейчас яички наберем да в ракуину положу пока берем три яичка быстренько раз-сто раз-сто ну девчонки смотрите как хорошо с оператором я вот когда без оператора одна поэтому вы мне говорите сидя сидя видите тут камера со всех сторон можно подвернуть цыгинь 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 вот значит у нас сметанка здесь яички тоже стряхнули ложечку и начали потихоньку сейчас яичками сметанку смешаю быстренько очень хорошо идет вот эти венчики очень удобно я раньше ложкой даже и не любил вот эти комбайны миксеры всякие вот этим венчиком вообще удобно раз-раз три секунды это не отменяет что надо купить миксер не на тесто это на тесто так пойдет смешать тут же нет тут не взбивать живет а вообще миксеры это для большой семьи я думаю что там когда много делать когда пару стаканов на ага попробуй к взбей белки в пышную пену ну в пышную пену лазу замучивши там не всегда или например мазик если домашний сделать это тоже руками там не взобьешь да это естественно ну вот венчика очень достаточно сейчас вот так сахарок стаканчик не полно ну почти что так этот стакан сколько они 250 грамм если что что пориентировались девчонки сказали что этот панкейки которые я делал они же пышные получились но я же первый раз делал же поэтому рецепт они вот даже считай постояли это пышные были а девчонки вот делал по этому рецепту теперь не пышные ну как не знаю надо повторить потому что я что-то думаю может у меня случайно я же первый раз так делал может у меня случайно они запышнились не пышные получились вот смотрите девочки вот так вбиваем сахарок вот здесь надо чтоб растворился быстренько раз раз ну в общем удобно чем хороши притмушки вкусные и готовятся очень быстро я говорю мама бабушка их часто делали потому что но нам нравится сестра моя любимая на чего сахар яйца и чё-то наши пески с молочкой да но он кефир до или молоко бывает прокиснет знаете вот просто квашу делают на окошке у нас бывало как молоко пропадает вот знаешь при кусочке будут но и отец тоже после работы приходил я нет нет да нет и вот сейчас мы добавил маленечку соды полночки потому что немного вот так вот как все эти раз раз погрузил легким движением руки брюки превращаются вот так раз 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 вам дожди Ну, в пену нет, но тут комочки есть небольшие, сейчас мы их сделаем, вот так вот, показываю, да, вот так, значит, мешаем, вот еще небольшие комочки есть, вот так, в общем, хорошо мешается, хорошо, венчик вообще это удобно. Сейчас соли маленькую, у нас соль, кстати, кончилась, вот что я сегодня опять заказал, это, а соль забыл, придется за ней отдельно брейснуть, вот так, чуть-чуть берем соли, раз, и еще маленькую. Щепотку, то, что называется щепотка. Да, вот все, соль на месте, и мы хорошенько промешаем, чтобы она растворилась, комочков не было. Ну, вот мужчина готовит, ну, мне на самом деле некоторые продукты нравятся. Мне кажется, мужчина так долго готовит, просто долго, когда женщина раз, раз, вот туда-сюда, все понеслось, тут кипит, шипит, режет, одновременно пятью руками, еще хвостом. А для мужчины подготовка это творчество, потому что, да, мужчина должен, как бы, в это, женщина просто готовит, чтобы, ну, порадовать, там, семью и все такое. А у него времени нет, просто мужчина долго готовит. Да, 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 а мужчина что-то творит, он, как бы, это, творит, я художник, я так вижу. Да, 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 я так вижу. И мужчине надо реализоваться, допустим, в это, в каждом своем произведении ему надо реализоваться. Ну, он так устроен, поэтому вот так насыпем, тоже, как все эти, вот так, раз, стаканчик сюда высыпали, помешаем, опять начинаем мешать, потихонечку, потихонечку. И вот, отличие мужской готовки, ну, и рецепторы. Говорят, что мужчина, почему повара хорошие, потому что рецепторов побольше вкусовых. Вот, вот, вот еще один стаканчик. Ну, так, раз, 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 и вот, раз. Вот, еще один маленький, размешаем, и третий сейчас зажарю. Чтобы не летела у нас мука, я постепенно, помаленьку закладываю муку, не сразу сытно, большим объемом. Мужчины тоже поактивнее мешают, поэтому мука летит. Вот так уже густая получается, комочки еще плохо разводятся. Вот так, и еще один стаканчик. Да, блин, таки густая. Все, третий стаканчик, раз, раз, вот так. Ну, это уже будет тяжело. Вот так начинается. Опа! Вот, девочки, дальше я рукой пошел смешивать все. Надо муки добавить, еще млекон. Нет, нет. Млекон, слишком млекон, жидко. Вот, сейчас мы добавим муки. Ну, три стакана-то ориентировочно все надо, все надо зависеть от муки. Да, больше, больше, жидко. Ну, там, макфу, например, может, получше, у Вилл, там, чуть похуже, но не знаю, как же по-своему выбирать. Все же тоже предпочтение муки отдают. Как-то, как-то, всем разное грязь. Сейчас уже высыпаем. Вот, девочки, высыпали. И начинаем. Раз, раз, быстренько. Ну, вот она опять липкая становится. Мы добавим муки. Добавили муки. Раз, потихоньку, раз. В общем, сейчас уже будет в норме. Насыщаем мукой и кислородом. Так, вот так вот уже готов. Берем ножичек и заверегаем. Все дело не спешил. Вот одна половиночка у нас готова. Вторая, вторая. Так. Ночи, раз, раз, не таян. Вот так. сделаем немного еще раскатаем крупно-только рода получается у меня вот не получается у меня все время какие-то геометрические фигуры блин черт забыла надо было это духовку включить хочу успеть сейчас уже до поставить духовке нагреться ну-ка сейчас я духовку включу ну вот девочки чашку так уберем значит пол сантиметра раскатали начинаем делать вкусные в принципе очень вкусные их можно даже полосками нарезать не будешь с чашкой и тогда тесто будет безотходный просто вот у меня да бабушку мама так и делали они нарезали а иногда ромбиками или ромбиками или не то что ромбик просто вот так раз нафигарит иногда ладошками вот так отрывали просто и делали ну как бы по-варварски получается но вкусно ну какая разница уже это да там если понятно если там ты на стол кто-то там пришел хочешь показать себя это само собой ты будешь красиво делать они съедаются так быстро что нет просто смысла их вырезать все так красиво их на самом деле да раз раз как говорится и быстренько начали вот мы начинаем складывать помаленечку так ты сильно близко это не клади да то они еще вздуваются но у нас это их получится много так что мы сделаем поближе так отлично мы их прилипают вот так девочки надо муки дома сейчас так вот значит еще добавляем и это остаточку сделаем как раз у нас на лист получится к ты давай его сразу вмешай вот с этим мы добавим без ценных советов вообще никак ну да без тщательного руководства хозяйского глаза тут мало ли чем накормят ну как так сказать еще еще я видела сковородки классные а я видела сковородки знаешь для чего для это для паэли как раз специфически вот эту специальную она стоит она того стоит именно ту которую вот покупали тут вот я увидела в этом в карифуре она там что-то стоило 25 евро 20 или 18 короче со скидкой был а тут и этот такая же это же фирма это же сковородка короче для паэли она три с чем то что ну короче такая почти цена там 30 40 евро но там такая толстая сталь и производства испании она того стоит вот ее купит она этих денег стоит на выброс нашла вообще просто широкую сковородку смотрел но на самом деле тогда надо брать уже я супа или собираешься готовить то подходящую вот именно на ней надо но там уже такая специфика что вот так как сказать огонь вот у нас вряд ли он подойдет нужно открытый план нет нужно чтобы огонь захватывал края сковородки вот так скажем то есть и по этому принципу сковородку выбирают ну то есть если у тебя нет такого большого огня чтобы вот на большом сковороде тогда лучше готовить там порционно на маленькой вот так смотри струйте потому что да потому что она должна равномерно с краев начинать но вот это вот при приготавливать это наверно профессиональных таких этих кухнях не бросали зачем просто не жена как эти горелки до них разным размером ну да большие ну большие плиты это же короче я на нее вздохнула думаю она этот ну не слишком маленький или надо поискать такую же но поменьше диаметром возможно а еще видела знаешь что этот никакие называют мешашечницу а затем такая такого устройства короче спица но как это как и штырь штырь такой торчит из сковородки но типа из поддончика такого маленького и туда как на елочка для запекания а туда быть и штырье идут вот так вот ну по какой елочки ветки и на них там люля кебаб можно нацепить можно шашлык нацепить она короче жарится вот это вот все хозяйство ноу-хау это какой ноу-хау это это по принципу тандыр что это елочка в тандыр что она как-то так называется духовку можно засунуть и вот вниз можно положить картошку овощи там что-нибудь рис ну да и короче этот и короче получается все что жарится вот этот вот можно весь этот сок он как бы по пойдет в овощи ну заодно типа овощи пекутся и девочки опять ночью я на стоит недорого ножички ну это хорошо что-то полторы тысячи что удобно я все шампуры искал если чё шампуры я думаю не такие что-то под шашлык и все но зачем на них также можно руля этот нацепить можно ножки нацепить я к тому чтобы в духовке положить и ну так же на этот делать просто здесь же я на противень до складывал эти палочки то что они не касались есть принцип чтобы не касались на весу был да конечно обжаривались со всех сторон а тут получается этот они прямо уже на этих елочках ну я говорю можно брать вещь нужная пригодится и недорого считай да я считаю тоже не думаю ну может ну качество не поймешь ну стали но люди пишут нормально вот удобная типа и такая же ерунда но я не знаю конечно можно пристроить и на курицу может быть курит такая же ерунда под курицу то есть по принципу как курицу на бутылку надеваешь такой же штырь там что-то с распорками специально типа под курицу под тушку и внизу сковородка да по куда вот этого бы все стекало ну тоже вот постоянно бутылку натягивать неудобно снимать ее потом оттуда и какая сейчас какая-то проблема если раньше было много этих бутылок сейчас прям с бутылками то дефицитного одну талант архон там что учет пили у меня уже ее это за края закроила пускай стоит так это наверно суши может последующие да на следующее сделаем вот у нас маленечко останется девочки вот это будет последним можно ставить вот у нас осталось или уже не впихнется сейчас вот я остаточки доделаю здесь еще штук 10 нам получится чтобы духовку убирать короче девочки все вытащили первую партию чуть она подостыла смотрите какая удобная тарелка кстати я сегодня еще буду купить еще не докупил очень десерт это 2 в этом заказе пока есть по акции очень красивый короче вот это вообще ты должен представлять сплясать с ним презентовать на держи не печенье держи хитрый такой вот так вот девочки вот такие вкусные а я еще не попробую на самом деле такие в меру флотки очень вкусно и не надо тут много сахара ну вообще самое то что нужно за короля кстати не больше не меньше вот такие пресные но мы еще с чайком и попьем вкусно получится сейчас мы чуть погружаем очень ничего не пойду играть функции и встретимся уже на мулами до встречи девочки всем приятного аппетита пока-пока ну-ка давай вот так заставку что ли сделаем и не так убери руку он не жует короче заставки не получилось